Привет, друзья! Пару часов назад прошла презентация MetaConnect, и этот ролик расскажет сжато обо всех анонсах презентации. Если вам интересно посмотреть весь полуторачасовой стрим, вы можете посмотреть запись по ссылке в описании. На презентации был официально представлен шлем Quest Pro, профессиональное устройство за 1500 долларов в США или 1800 евро в Европе. Quest Pro работает на новом чипе Qualcomm Snapdragon XR2 Gen1, который оптимизирован для виртуальной реальности и на 50% мощнее, чем XR2 в Quest 2 при лучшем рассеивании тепла. Шлем имеет на борту 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти для приложений и 10 камер высокого разрешения, 5 для трекинга глаз рта и 5 снаружи для смешанной реальности и трекинга в пространстве. В MetaQuest Pro на 37% больше пикселей на дюйм и на 10% больше пикселей на градус, чем в Quest 2. На 25% улучшена резкость в центре и на 50% на периферии, а цветовая гамма шире в 1,3 раза. Два жидкокристаллических дисплея используют локальное затемнение и технологию квантовых точек, чтобы обеспечить более насыщенные, яркие цвета с улучшенной, на 75% контрастностью по сравнению с Quest 2. В шлеме используются пенкейк-линзы, благодаря которым шлем стал значительно компактнее. Шлем поддерживает междроочковое расстояние между 55 и 75 мм. Новинка разработана с возможностью ношения с открытой периферической областью поля зрения, поэтому очки не блокируют реальное окружение в сценариях дополненной реальности. Для более глубокого погружения в VR есть магнитные блокираторы света, которые входят в комплект, а если нужна полная блокировка, придётся купить особую насадку, которая выйдет в конце 2022 года за 50 долларов или евро. Для смешанной реальности теперь используются три камеры повышенной чёткости, позволяющие создавать приложение с более чёткой картинкой, использующие окружение пользователя. Батарея на 5000 мАч переместилась на затылок для лучшего баланса и позволяет использовать шлем полтора-два часа на одном заряде. В комплекте со шлемом идут новые контроллеры Touch Pro, которые можно при желании купить отдельно за 300 долларов или евро и использовать со шлемом Quest 2. В каждом контроллере есть по три камеры для трекинга себя в пространстве. По словам Меты, это полноценные автономные устройства. Touch Pro оснащены новой системой тактильной обратной связи True Touch Haptics с более широким диапазоном передаваемых ощущений и повышенной точностью. На нижней части контроллера можно установить наконечник стилуса и использовать контроллер как маркер для рисования в пространстве или на поверхности. Для зарядки шлема и контроллера в комплекте с гарнитурой идёт док-станция. При покупке отдельно контроллеров можно использовать уменьшенную версию док-станции. Среди другой периферии для шлема можно купить наушники. Каждая затычка подключается отдельно и комплект стоит 50 долларов. И кейс для переноски шлема за 120 долларов. Все приложения для Quest 2 совместимы с Quest Pro. Модели будут продаваться одновременно, создавая полноценную линейку устройств. Но некоторые функции приложений, например отслеживание глаз, будут доступны или недоступны в зависимости от девайса. Предзаказ устройств уже открыт и поставки начнутся уже 25 октября. Кроме анонса нового шлема, на презентации сообщили и о новых играх, и новых студиях, которые Мета приобрела. Под крыло Цукерберга присоединились Armature Studios, разработчики VR-порта Resident Evil 4. Twisted Pixel, разработчики Wilson's Heart и Path of the Warrior. И Камуфляж, работавший над VR-играми для PSVR, последний из которых был Iron Man VR. Кстати, игра про железного человека перестаёт быть эксклюзивом Sony и выйдет на Quest 2 уже в ноябре. Мета сообщили о том, что их Battle Royale Population 1 уже в декабре получит сэндбокс-режим, позволяющий строить свои собственные уровни, свои режимы, делиться ими с другими и менять игру по своему желанию. Студия Skydance представила новый трейлер The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution и дату релиза – 1 декабря. Skydance также показали тизер своей следующей игры – Behemoth. Никаких подробностей и геймплеев, сообщается только, что действия Behemoth происходят в мрачном новом мире, и игра создана с нуля, чтобы продемонстрировать всё, что замыслилась студия. Другая VR-игра, Among Us VR, также получила дату релиза. Игра выйдет уже 10 ноября на квесте и ПК. Было рассказано о улучшениях в фитнес-играх. Приложение Oculus Move теперь может интегрироваться с фитнес-приложениями на Android и iOS. А фитнес-игра Supernatural получила новый тип треков, где Quest 2 будет отслеживать ваши удары коленями, видимо, при помощи камер-шлема. Мета сообщила и о разных улучшениях для бизнеса. Например, Horizon Workrooms получит возможность создания трёх виртуальных мониторов на ПК или Маке, заметки и поддержку мимики для аватаров-позывателей Quest Pro. Мета заключила партнёрство с корпорацией Microsoft, которая позволит платформе Microsoft Teams и платформе Meta Workrooms взаимодействовать друг с другом. Теперь из одной среды можно будет сделать звонок в другую и наоборот, а доски и трансляции Teams станут доступны Workrooms объектами внутри комнаты. Кроме того, партнёрство с Microsoft принесло на платформу Quest поддержку Microsoft 365 со всем пакетом офисных приложений, а также добавило поддержку системы управления пользователями Azure Active Directory. От партнёрства получили пользу и простые игроки. Теперь платформа облачного гейминга xCloud доступна на устройствах Quest, и люди смогут играть в игры с серверов Microsoft и из своих гарнитур, без дополнительных ПК. Но сейчас этот режим работает только для 2D-игр. Мета также заключила партнёрство с медиагигантом NBC Universal, который теперь будет поставлять VR-контент из многих своих брендов и франшиз на платформы Мета. Наконец было объявлено о партнёрстве с Zoom. Сервис конференц-звонков будет совместим с Horizon Workrooms уже в начале следующего года. Был показан прогресс аватаров Мета. Их начинают использовать всё больше и больше приложений, и компания хочет, чтобы их стали использовать все и везде, в том числе в плоских приложениях. Для этого компания пообещала выпустить соответствующий SDK. Новые аватары уже есть не только на Quest, но и в мобильных приложениях Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp. Сейчас, правда, эти аватары статичны, но компания сказала, что уже совсем скоро этими аватарами можно будет управлять со своих телефонов, и те станут поддерживать трекинг рук и головы по камере смартфона. Аватары также скоро станут доступны в видеочатах вместо обычной камеры. Такие функции вскоре появятся в WhatsApp и Zoom. Наконец Сукерберг показал свой новый аватар с самой запрашиваемой функцией – ногами, которыми тот смог даже помахать в воздухе и подпрыгнуть. Он добавил, что ноги – это сложно, и что именно из-за этого у других социальных приложений нет ног. Так как у VR-гарнитур нет специальных датчиков отслеживания тела, а камеры не всегда могут увидеть положение ног человека, компания научилась предугадывать положение ног так, чтобы оно выглядело правдоподобным. Сукерберг также объявил, что уже в этом году компания выпустит магазин аватаров, в котором можно будет покупать брендовую одежду для своего аватара, а Netflix выпустит свою коллекцию вещей. Наконец, в исследовательском блоке презентации Сукерберг и Майкл Абраш показали обновлённый вариант фотореалистичных кодек-аватаров, которые, по мнению Абраша, будут конечной целью компании – чтобы люди могли подсознательно ощущать, как два человека находятся рядом друг с другом. Сукерберг показал демо-вариант своего аватара, который теперь не просто имеет высокую детализацию, но и имеет реалистичное отражение от кожи, идентичное натуральным. Мета показала прогресс с умными носимыми браслетами, которые в будущем будут использоваться для управления AR-очками и другими устройствами пользователя. Для обучения системы используется искусственный интеллект, который учится понимать сигналы отдельно взятого человека и подстраиваться под его сигналы, передающиеся от мозга к мышцам. По задумке, использование подобного устройства в будущем будет быстрее и эффективнее использование клавиатуры или тачскрина. Так как браслет считывает импульсы, а не движения, пользователю фактически не надо будет делать движений, а со стороны это будет выглядеть как управление силой мозга. Мета рассказала и об AR, и о более глобальных планах на будущее. Мета уже работает с Luxotic, владельцами Ray-Ban над новыми очками, которые получат функцию AR. Ray-Ban Stories оказался достаточно успешным продуктом для компании, и они продолжат работать вместе в этом направлении. Другие очки и прототипы проекта Nazare используются для сканирования обширных помещений. Мета рассказала, как они отсканировали целый аэропорт и как они планируют отсканировать весь мир. Был упомянут такой проект, как персональный искусственный интеллект, который будет обучаться по мере того, как пользователь с ним общается, и в итоге будет понимать своего хозяина с полуслова. Он сможет помогать людям с ограничениями, например, незрячим или слабослышащим, жить полноценной жизнью. Завершил презентацию Сукерберг мыслью о том, что компания движется вперёд и ставит возможность людей, находящихся далеко друг от друга, почувствовать близость вновь, на первое место. К сожалению, не было сказано ни слова о GTA San Andreas VR, анонсированный год назад, ни о VR-игре по Assassin's Creed, ни о каких-то других больших играх. Спасибо за просмотр! Ставьте палец вверх, если вам понравилось, палец вниз, если нет. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о презентации MetaConnect 2022, что вам запомнилось больше всего. Увидимся в виртуальной реальности!